Вот видите, как круто бьют. Это видео прислали нам телезрители из деревни Кайбалы. Не первый раз люди наблюдают такую картину. Водитель трактора с прицепной бочкой, никого не стесняясь, сливает в поле отходы. И сейчас выезжает. А выезжает техника из животноводческого комплекса. Там хозяйство не маленькое, не одна сотня голов. Поэтому и отходы рабочие сливают не один раз. А это то самое озеро, куда фермеры сливают отходы жизнедеятельности животных. И оно действительно растекается, причем не только на огороженной территории, но и за ее пределами. В степь. И вонь стоит здесь действительно страшная. Ну как на рухнувшем абаканском коллекторе. А настораживает тот факт, что вся эта грязь может уйти в грунтовые воды. А ведь у многих людей здесь пробурены скважины. Впрочем, люди сами добавляют коричневым озерам красоты. Свозят сюда мусор, а ветер все разносит по округе. Территория, куда сливают фермеры отходы и где люди мусорят, оказалось, принадлежит животноводческому комплексу. Территория огорожена. Что там люди делают, мне непонятно. У нас есть там специально отведенная бетонированная площадка. Получается, со слов фермера, вся территория, а это по самым скромным подсчетам, примерно 140 участков по 10 соток. По назначению сельхоз земля. А по нормативам, если фермер занимается животноводством, он может делать специальные компостные ямы. И в них уже сливать отходы скота. Но вот если они переливаются за рамки таких приемников, то это наверняка нарушение. В администрации района рассказать о законности постеснялись. Сказали лишь, что представители сегодня туда ездили. Ничего подозрительного не увидели, да и на территорию комплекса попасть нельзя, так как стоит забор. Чиновники говорят, если кайбальцев действительно беспокоят нечистоты, то лучше написать два заявления на имя главы Белоярского сельсовета и на имя главы Алтайского района. Тогда у них будет официальный повод проверить фермерское хозяйство. Артем Михалков, Василий Самоделкин, Нота БН.